И перевернем страницу нашего тележурнала и добавим немного романтики. Внимание, тюменцы вчера привлек необычный свадебный кортеж. Крики горько и доносились из рейсового автобуса. Почему жених и невеста устроили гуляние в общественном транспорте, знает наш корреспондент Дарина Иранцева. Казалось бы, это классическая свадьба. Вы объявляетесь мужем и женой. Только вот вместо лимузина у молодоженов автобус-гармошка. Именно здесь и познакомились жених и невеста. Он водитель, она кондуктор. Даша и Володя работали на маршруте и поняли, у них одна дорога в ЗАГС. Парень не стал тормозить и сделал предложение. Где играть свадьбу, даже не обсуждали. Антош, до гнилевки, пожалуйста! Без остановок! Лимузин, это уже привычно. У нас тоже свой лимузин, только зеленый. И вместительный для всех гостей сразу. Пассажиром я привыкла быть, потому что на работу я добираюсь общественным транспортом. А вот пассажир-невеста, это что-то новенькое, надеюсь, в последний раз. Свадебный автобус колесит по родному 60-му маршруту. Только оказалось, жениху непривычно ездить в салоне. Он то и дело заглядывает в кабину к водителю. Давай по сигналу тоже, пусть радуется. Прохожие с удивлением смотрят на свадебный рейс. А вот для гостей, наоборот, автобус куда привычнее лимузина. Горько кричат сегодня коллеги жениха и невесты. Я кондуктором раньше работала. Он водитель. Водитель автобуса. А вы тоже пар? Нет. Мы друзья. За рулем, кстати, еще один друг новобрачных. Водитель рейсового автобуса Антон. Ему нравится катать молодых. Правда, иногда по привычке хочется сделать остановку. Немножко тянуло, особенно когда выехали на республику. Там пятнашка, знакомый, родной маршрут. Да, тянуло на остановку. Кстати, этой свадьбы могло и не быть. Семья запрещала Дашу идти в кондукторы. Но дочь не послушала маму и встретила принца. Только не на белом коне, а на зеленом автобусе. И шла против маминой воли, так скажем. Зато? Нашла свою судьбу на маршруте 60-ки. Теперь водитель рулит и дома. Кстати, завтра Володя и Даша не выйдут на работу. Они укатят медовый месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕЦ